Вот так вот раз в полгода тебе как ударят в голову нулевые и ты потом судорожно сохраняешь картиночки на pinterest скупаешь джинсы-клёш и топики на тоненьких бретелечках и слушаешь целыми днями so good и вообще я видеоклипе пафосная рок-звезда пожалуйста не трогайте да не хватает только телефона раскладушки с брелком чтобы артистично закрывать его после нервного разговора с бойфрендом своем обзоре на картину как стать звездой я сказала что мало смотрела фильму брат назвала от силы где-то 4 полнометражки и почему-то из головы совершенно вылетел мультфильм рок-ангелы я помнила только игру и вообще думала что существует только игра забыв напрочь про существование фильма ведь кто-то как я читала считает эту часть прям началом истории братца несмотря на то что до нее существуют еще другие полнометражки ну и как вы поняли меня ударила ностальгия и интерес по этому фильму поэтому сегодня я вам предлагаю погрузиться вместе в атмосферу ностальгии вспомнить прекрасное беззаботное время ну и конечно покекать со смешной анимации устраивайтесь поудобнее наливайте там себе вкусный чаек или кофе и погнали мультфильм начинается с того как наши четверо пятеро подружек моют машину в своих рок-нарядах да вот так вот ты мечтаешь о таком образе мечтаешь о куклах в такой одежде они в этом луке машину моют пипец спасибо они такие смешные господи ностальгия пипец если бы я в своем 2007 еще и ранее так смотрела меня бы наверное с двух сторон обдала воспоминаниями но я не смотрела удивлены тем что такие любительницы моды стали рок-звездами удивлена не меньше чем удивлялась рок-звездам винкс под конец нулевых у всех что-то начался этот заскок с рок-звездами все эти локации знаю наизусть после того как в игре бегала туда-сюда в поисках краски ткани и всякой другой чепухи здесь написано что я легка на подъем отличный друг и что я встречу прекрасного принца веки хлои очень интересные гороскоп говорит что у тебя склонность к преувеличению это чистейшая ложь сразу хочу обратить ваше внимание что в этом фильме в отличие от как стать звездой большее время уделяется характером и индивидуальным повадкам девочек что не может не радовать хлоя предстает сразу драмы queen суеверной личностью верящей во всякие знаки судьбы легко на подъем отличный друг и что я встречу прекрасного принца тем временем саша излишне уверенно в себе самовлюбленная хорошем смысле и вспыльчивая что в будущем отразится на сюжет и на взаимодействии с другими девочками у меня кажется только что был внезапный артериальный приступ уже как я обожаю эту экстримили слэй анимацию у меня кажется только что был внезапный артериальный приступ она профессионал а я просто пыталась девочкам подбегает джейд и радостно сообщает что получила работу стажера в журнале твой мир 911 приближается посредственности мж стебет мотел смотреть без смс регистрации ну и стебет еще видимо тем что хоть двоизляшки по общим пропорциям выглядят как брат но вот анатомия в отличие от четверки все же отличается и я сейчас не про общие пропорции большие головы тонкая талия а про то что если вы как-то утрируете части тела создавая дизайн общие законы должны соблюдаться чтобы это не выглядело сломано а выглядело именно как дизайн двоизляшек локтевой изгиб находится на уровне груди соответственно плечо очень короткая а предплечье очень длинная да ребят личо это не то что мы привыкли называть у кукол кстати такой проблемы нет и они выглядят хорошо тут я не понимаю это какой-то общий изм создателей или они специально этим розовым моделькам ломают руки к слову у преподавателей фильме как стать звездой если помните были такие же проблемы просто вспомните этого коротколапого пианиста с волнообразными бровями а убрать кстати локти наоборот почти на уровне жопы это типа марка персонажей кто длина руки хороший а наоборот плохой а нет с бердин так не работает ну значит просто пофигизм новых кстати в этом плане поправили давайте признаем что вот это вот манера делать вот так отчасти зародилась из-за братца девочкам присоединяются парни кэмерон и дилан которые далее будут сопровождать братс на протяжении всего фильма анимация конечно просто кек это настолько плохо что даже смешно их взаимодействие попытки согнуть этих большеголовых кукол показать эмоции это все настолько кринжово что весело а мне можно попробовать ты уверена что справишься лоя утирает нос парням будучи на каблуках и мне очень нравится что именно она их уделывает то не знает в игре и мультфильме малышки братс хлоя также утерла нас белобрысому я надеюсь вы обратили внимание на мой аутфит и на вот эту вот прекрасную экспозицию которую я пыталась выставить и выставила бы еще больше если бы не эти засветы от моих софтбоксов чтобы вас максимально погрузить в атмосферу сегодняшнего обзора прикол такой я буквально недавно залипал на аутфит и фотографии кукол на пинтерест и чувствовала нервное почесывание в ладошках взять да и закупиться несколькими куклами братс то подписано мой телеграм-канал даже видели те посты с братс где я восхищалась их прекрасными образами и тут буквально прям вот через несколько дней мне приходит посылка с сокровищами вы бы просто слышали мой свист писк осторожно ультразвук просто готова плакать я просто плачу я просто плачу подписано на бренд во всех соцсетях и каждый раз натыкаясь на пост о любимых куклах я просто погружаюсь в ностальгию когда со слюнями смотрел на них по телевизору словами не передать как я счастлива что бренд братца возрождается да еще и так мощно прошлом году была запущена крупная коллаборация брат с кайли дженнер и начался выпуск нового анимационного сериала always брат про повзрослевших девчонок и очень жду когда сериал появится на русском языке кайли дженнер буквально ходячая живая кукла брат и в линейке представлены два ее образа дневной аутфит повторяет наряд кайли на одной из прогулок по лос-анджелесу с брат с дополнениями сумочкой форме губ и ботинками на массивной платформе о мага как же я хочу все эти аксессуары чтобы я ходила вся такая экстримили слэй по самаре и мне вслед кричали какая я местная брат герл ночной образ воссоздает выход кайли на красную дорожку fashion award что логично ведь я всегда говорила что брат это иконы стиля любимые джейд саша хлои и ясмин в потрясающе красивых образах каждый из которых отражает характер и стиль той или иной девушки сзади каждой фирменной трапециевидной коробки мы можем увидеть 2d иллюстрацию персонажа в полный рост и на разных языках если вы вдруг полиглот прочесть о стилевых предпочтениях каждый и как они кличут друг друга у каждой куклы потрясающе красивые волосы и макияж просто раздолье для косплея каждый в упаковке идут множество аксессуаров расчески сумки очки мелкие детали по типу лака для ногтей или помады ну а также телефон все-таки современный мир как никак моей любимицы всегда была ясмин но здесь фаворитку выбрать если честно очень сложно хочется просто примерить все их образы и чередовать каждый день сегодня я хлоя завтра на спортике буду сашей да вот такая вот я не постоянная поэтому просто не понимаю как можно выбрать одну у всех кукол много точек артикуляции кисти локти предплечье так что коллекционеры на полках они примут самую cool fashion позу которую пожелаете так что скорее бегите приобретать модняшек по ссылке в описании также оставлю для вас ссылки на бренд страницу братцы группу вконтакте где можно посмотреть новый сериал always братцы и следить за новинками отличные движения клой у меня в запасе еще много отличных движений я имею ввиду он на скейтборде ну знаешь прыжок с переворот за не закапывай себя переход очень конечно интересный щел застывает и сразу резко в кадр врывается здание где работает джейд звуки тут тоже отпад то тормоза машины то грохот сковородки что такое двойми ну и еще парочка девочки божественно пожалуй добавлю парочку к себе в архив джейд предлагает главной недо барби свою идею для колонки в журнале но розовое бестие бракует все предложения и знакомит одну из брат с еще двумя своими помощницами другие мои стажеры две прелестные девочки это пиздец на работе джейд вовсю подставляют две злючки и далее когда с ними будут происходить разные неприятные события это более-менее оправданно и понятно что они получили так сказать по заслугам говорю это потому что в обзоре на как стать звездой к двоизляшкам было просто ужасное отношение но при этом ничего криминального за весь фильм они не сделали что ватафак я понимаю что двойняшки всегда выступали такими глупыми антагонистками для братс но в этом фильме они же вообще ничего плохого не сделали да их и показали от силы минуты три буллинг как бы за причиной без причины не буллинг если что это плохо я шучу но двоизляшки хотя бы получили по заслугам они просто так покажите мне ваше задание что можно и чего нельзя в моде можно нельзя можно стоять в зажатой позе посреди кадра а нельзя быть растрепышем да презентация просто огонь может они правы я одно большое нельзя для мира моды несмотря на всю всратость анимации братс если что это сказано со всей любовью джейд в этой части фильма нравится мне больше всех больше чем анимация в других первых фильмах и и движение жесты мимика это пока самое органичное что я видела в мультфильмах братс в принципе как дела все ужасно ангел угадай с кем приходится работать с двоизляшками это действительно ужасно джейд стала вампиром и резко перестала отражаться в зеркале джейд приносит розовые бабульки почту а так как обычно все бракует мусор 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 то позже сыграет на руку братцы девочки вы знаете что бердин обычно есть на обед конечно сейчас позвоним и закажем ну камон джейд либо глупая либо жизни и ничему не учат войняшки ей за целый день столько раз палки в колеса вставляли а она все равно их мнение спрашивает ребята не делайте так джейд по наводке двух коротколапиков приносит розовые бабули бургер и вылетает с работы как слюнявая бумажка из ручки за ест на вообще эту скини амбридж не понимаю я big mac у рада в любое время суток а может быть проблема как раз в том что ей не big mac привезли а гамбургер джейд задумайся над этим я не понимаю почему из этого еще мем не сделали джейд жалуются остальным братц что ее уволили и как же они подбадривают подругу которая только что лишилась работы ведут ее на шопинг конечно я понимаю что у них деньги скорее всего от родителей но согласитесь во взрослом возрасте когда ты сам себя финансирует было бы забавно что ты лишился источника заработка тебя кенты шопится повели ясмин вкидывает идею создать свой журнал все подхватывают и начинают разгонять за какие бы раздела не отвечали а я могла бы вести раздел советов а я могла бы писать о тенденциях а я могла бы быть редактором я имею ввиду музыкальным редактор интересно что в большинстве произведений если в компании присутствуют чернокожий персонаж что он обязательно отвечает либо за спорт либо за музыку поднимает вопрос денег но саша все организовывает о родителях брат мы ничего не знаем но скорее всего саша не из бедной семьи и на тачке крутой разъезжает и съем офиса на себя берет я кстати поняла логику создателей делать такую странную анимацию движений так как лица брат с неподвижны то отыгрывать им приходится телом такая чрезмерная смена действий выглядит очень странно и забавно одновременно когда эти движения пытаешься повторить наконец-то вышли вердин тут просто как нпс ходит а не нормальный персонаж типа серьезно она не услышала помещение которое сняла саша оказалось бомжатником наполненным плесенью и крысами мы пережили 7 класс переживем и это господи как же это мило не знаю как вас но меня очень умиляют такие штуки помню как пересматривали и арнольд и там джеральд с арнольдом назвали шестиклассниц взрослыми и что к ним нужен особый подход и это так мило что я когда-то смотрела и на брат и на этих шестиклассниц и считала их пипец какими взрослыми ведь они шестиклассницы я уверена не нас заметили видишь я говорила не хотят чтоб мы подошли давай они опытные женщины что вы теряете девочки все будет отлично давайте сделаем это и начинается глобальный ремонт их крысиного гнезда хлоя будто наносит плохой хромакея не краску из минус джейд вместо дела чистят обувь а саша полирует ногти и потом вам и мы получаем готовый красивый ремонт так вот что оказывается надо было делать а мы что-то с ремонтом паримся время тратим силы и надежно склеим скотч нет 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 все неправильно но как можно было так озвучить это прекрасная и так все давайте заново вы неудачники начинаете делать журнал о чем же он будет о том как стать неудачниками там не будет ничего интересного для вас и брат вы меня достали ох уж эти трудности перевода что на русском вообще непонятно почему двоизляшки обозвали их именно так если заменить букву z в слове брат то судя по переводчику она означает соплячки в оригинале логично что их так могли обозвать двоизляшки других источниках как я прочла слова брат может означать непослушный ребенок и тут уже как-то мало понятно почему двоизляшки их так обозвали типа вы неслушницы вы меня достали как будто бабушка ругается ей богу так как назовем наш новый восхитительный журнал выбрать это же то что нужно брать дубляже джейд говорит что брат это посредственность и решает использовать это в названии бренда поменяв с на букву z брат решают проучить двойняшек джейд надевает туфли розовые бабульки и приходит в туалет в часы когда у двоизляшек по плану время абсёра бердин что нам теперь делать плакать это просто выход на все времена а сейчас на ваших экранах вы видите моих потрясающих эксклюзивных краляшей давайте вместе поблагодарим их за поддержку моего канала спасибо вам солнышке вспоминаем что во время работы джейд на бердин бабуля забраковала все приглашения и письма которые ей пришли джейд их сохранила и предложила девочкам поехать по приглашениям бердин в лондон на открытие рок-клуба а еще на благотворительный концерт спасем планету да ведь приглашения не являются на то приглашениями чтобы быть отправленными на определенное имя в определенное издательство нет нет кто получил вот хоть бомж на улице нашел это приглашение он может спокойно прилетать и расходы организация берет на себя включая проживание предоставляется частные самолеты номер люкс пятизвездочном отеле боже как удобно все звучит просто как подростковый фанфик где у гг потрясающая внешность она супер талантливая во всем возможно богатая и в нее влюбляется ну просто каждый парень и вообще она не такая как все просто это настолько наивно что даже смешно извините но кажется вы заняли мое место действительно извините балбес место у окна же самый топ они на то и дороже найджел форестер 9 герцог графства ага короткие руки хлой беги мать твою беги расслабься чувак лететь всего 10 часов они тут у всех парней короткие руки жаль теория обломалась даже не поняла что выбросила приглашение на вечеринке года ну как вы понимаете мы без нее никуда надо же до конца про учить эту розовую старую куклу и поэтому бердин вместе со своими стажерками летят своим ходом на самую большую вечеринку года в лондон на что ой камера подожди крутиться на что смотреть и я не успеваю посмотреть ладно братцы заселяются в свой супер люкс отель пять звезд все включено с автоматически открывающимися занавесками огромными кроватями и кресло массажерами я не завидую нет далее вместо прикольных прогулок по лондону по разным местам банального шоппинга в стиле братцы и веселого времяпрепровождения мы просто наблюдаем как ребята ходят туда-сюда на фоне флага что уж спасибо это было очень интересно спасибо спасибо клим саныч старались итак давайте определим задание смены хлоя будут составлять топ-10 мест где можно встретить самых красивых парней а саша и джейд будут собирать информацию о лондонской модной жизни пошли принцесса прокатимся на лондонском колесе обращается к ясмин но смотрит хер пойми куда прямо сейчас да я свободно меня кинули как лох лоя кидает яс и отправляется на встречу со своим короткоруким англичанином ох уж эта банальная история о богатом интеллигентном парне который сводит с ума всех девушек но на деле он без ума только от своего отражения в зеркале хлои по приходу рассказывает всем о том как прошло свидание как они сидели в ресторане болтали ужинали и потом танцевали вальс что такое вальс серьезно создатели реально думают что подростки не знают что такое вальс какой вальс дайте диско поставьте мне диско должна вам сказать что прошла уже половина мультфильма а про карьеру рок-звезд никто пока даже не заикается да и журнал братс не особо то делается девочки сделали ремонт и сразу свинтили в лондон ходить по свиданиям с богатым буратиной а какие-то действия в сторону чего-нибудь начнутся вообще уже второй раз замечаю что полнометражки братс это будто бы одна большая растянутая серия мультсериала а не полнометражка с нормально развивающимся сюжетом чел просто сливается с фоном сейчас уже почти пять часов мы должны были встретиться в три чтобы пойти на колесо у я скончается терпение и она решает сделать все самой но тут снова было не до журнала принцесса нашла потерянного пса и из-за дождя они оба отправились в отель привет джорджи я делаю обзор фильмов для нового крутого журнала брат ложечки меня пугает ее дизайн ребят я понимаю что брат главные героини но зачем остальных ты делать такими уродцами ну и опять же снова коротколапик дизайн кукол братс шедевр не спорю а вот мультфильмы меня в этом плане конечно немного веселят знаю что среди вас есть очень классные художники и ребятки которые бы хотели связать свою жизнь с визуальным искусством и начать рисовать в этом вам сможет помочь курс цифровой художник годовое обучение от home digital school годовое обучение это пакет из четырех курсов по разным направлениям от портрета и основ 2d рисунка до углубленного погружения в дизайн персонажей и иллюстрацию программа направлена на подготовку сильных и разносторонних специалистов cg первой части курса вы изучите основные инструменты графического редактора получите базовые знания об объеме материалах и текстурах анатомии а во второй придумайте историю своих собственных героев будете работать над их характерами костюмами и эмоциями узнаете упражнений и лайфхаки художников и студий и что очень важно научитесь оформлять конкурентное портфолио курс подходит как новичкам так и опытным художником а также поможет ребяткам рисующим в традишке плавно перейти в диджитал формат обучение проходит в онлайн формате и на протяжении всего курса вас будет сопровождать команда кураторов которые ответят на любые ваши вопросы сделают разборы ваш дз и будут рядом чтобы поддержать вас в период апатии когда с первого раза может что-то не получится мне бы такого куратора по жизни преподаватель первых трех модулей анна дикава дипломированная художница с большой аудитории и восьмилетним стажем а преподаватель четвертого модуля диана матисова 2d художница стилизованного арта сотрудничал с roommate studio и участвовала в разработке креатив мобайл так что преподаватели в команде с художниками кураторами сделают из вас джейсона в диммера если что это художник студии pixar ну и также за время обучения вы получите возможность практиковаться на реальных заказах внутри закрытого дискорд клуба школы есть биржа где публикуются заказы для студентов чтобы была возможность развиваться и зарабатывать одновременно переходите по ссылке в описании записывайтесь на курс а мой промокод чаби даст вам 20 процентную скидку желаю вам успехов в обучении ну а мы продолжаем бирдин с подсосками прибывает в отель но так как королевский номер занят брат с розовой старухи дают какую-то дешманскую ночлежку одну пару подруг этот сюжет уже поссорил дело за второй саша ничего не доверяет сделать джейд и ни в чем с ней не советуется очень обижая этим подругу вообще-то не всегда это нравилось часочку чая пожалуйста а на завтрак она попросит овсянку следуя всем стереотипам мира блин честно на этом моменте мне просто скучно как бы я в прошлый раз не критиковала как стать звездой но с половиной фильма пошел хоть какой-то интерес а здесь какие-то абсолютно странные ссоры и застопоренный сюжет который вообще никуда не двигается я уже начинаю понимать что игра реально интереснее потому что в ней девочки больше занимались делом искали материалы для ремонта своего братс офиса занимались наполнением журнала а все скучные вещи были минимизированы и убраны на дальний план причина по которым и в лондоне это наши репортажи для журнала вы ничего не делайте нет ну правда хотя бы начало процессов быстрой нарезки бы показали а так они один раз вышли что-то сфоткать и пересрались через какую боль какие страдания прохожу и что же теперь делать мне подростку со склонностью в преувеличении степно драмы queen это прикольно опять же за лучшее раскрытие характеров девочек лайкло и саша в этом фильме особенно ярко себя демонстрируют а может саша права что не доверяла тебе фотографировать что это за кадр вообще чисто мем когда просишь друга сфоткать тебя также красиво как ты его ладно потом я на ноуте саша увидела полный кадр но вышел смешно в номер братс приходит англичанин который рассказывает девочкам что их подслушивают подсоски бердин прости пожалуйста но я думаю что так грубо себя вести было не обязательно тем более что девчонки такие красотки господи не мысто какой-то сплошной степ саша хвалит джейд и показывает что использовала все фотографии подруги для журнала девочки мирятся и целуются ладно просто такой ракурс пока хлоя снова тусит со своим англобоем остальные идут шопиться а я жду когда это уже закончится потому что скучно невероятно может поэтому я запомнила больше игру а не мульт серьезно как мы смотрели это в детстве как-то наткнулась на мультсериал братс и короткий метр дается им в плане сюжета намного лучше чем такие часовые проекты прекрати меня называть принцессой мои друзья зовут меня ангел лой рвет отношения с самовлюбленышем потому что тот начал наезжать на подружек и на этом линия хлоя с англичанином заканчивается не такой прекрасный как ты моя принцесса коротко ручки нашли друг друга хлои как настоящий подросток склонны к преувеличению шагает грустно по городу с нее драматично спадает туфля которую она драматично не в силах поднять потому что она вся в драме не трожьте ее пожалуйста ничего не потеряла туфельку и ты ее нашел смысле нашел на эту бедную туфлю хрен положила а следующую сцену я вижу как этот мем девочки все окончательно мирятся и идут на открытие рок-клуба их не пропускают но конечно же ясно шла именно пса какой-то их там важной шишки и конечно она взяла пса с собой на открытие клуба и это важная шишка за возвращение песика помог братс пройти вне очереди ну как все круто совпало вау эти кошмарные дамочки абсолютно нарушает дресс-код мероприятия панк не сочетается с розовым нифига себе вы сейчас серьезно ну во-первых это неправда а во-вторых им типа прислали приглашение не знаю что у них за журнал там реально что ли приглашение высылались рандомно или что тогда что вы скажете о пропусках за кулисы интервью со мной после концерта это не потому что братс какие-то талантливые пробивные классные а потому что ясмин просто нашла его пса но вот понимаете они не добиваются всего сами они просто взяли приглашение бердин просто прилетели в свой супер-пупер-дупер отель люкс просто нашли пса им просто повезло везде билеты на концерт в надежном месте я хорошо их припрятала а взять с собой не хочу чтобы они попали в грязные руки бердин этих двоизляшек ну так возьмите с собой ну конечно же как только братс ушли две розовые подсоски пробираются в комнату братс и по случайности конечно же находят билеты фу положи на место после братства стерильно ну вот серьезно я реально будто какой-то подростковый фанфик читаю там примерно такие же сюжетные ходы встречаются откуда знаю да сама читала и писала не ищите пожалуйста в интернете не надо кстати момент в игре с двоизляшками я помню что мне очень даже нравился было прикольно поиграть за антагонисток и получается самим себе палки в колеса повставлять о да мое любимое занятие теперь ты и камера нифига они по газону отпадно ездят куда по газону ясмин обнаруживает пропажу билетов и чтобы не получить прописантов от подруг бежит к байрону тому челу с собакой чтобы решить вопрос оставайся здесь и прикрой меня я мигом и дилан как типичный подросток в пубертате когда остается один воображает себя рок-звездой перед зеркалом и прыгает на кровати то даже почему подросток я тоже иногда так делаю это выглядит как что-то странное я с наша подруга давай выслушаем что она скажет об этом тот момент когда тебе противен человек но ты пытаешься его утешить миссия выполнена ну кстати получилось зуб за зуб брат воспользовались приглашением бердин а та в свою очередь воспользуется их билетами на концерт а то модницы как-то привыкли ни за что не платить и что им все на блюдце подается когда бердин не один год развивала свой журнал и заработала какой-никакой статус поэтому ее собственно и приглашают что у тебя на туфли девочки понимают а то это было так сложно что это розовые нечисти стащили билеты и придумывают план стать музыкантами чтобы пройти на концерт изначальное стремление прорваться в музыкальную сферу чтобы сделать что-то крутое показать маленьким зрителям как нужно добиваться своих целей зачем просто стали рок-звездами по случайности потому что без билетов на концерт не пропустили ловите лайфхак так сказать как за час стать музыкантом у нас четыре часа чтобы придумать песню а ну если четыре часа тогда ладно в моем играть на бас-гитаре твою мать а делом ты будешь фотографом мне стало больно и моей камере тоже что если ангелы рока брат классно здорово обожаю но не очень ладно шучу посмотрите что мы нашли мне стало больно снова поехали так смешно нам показали сцену где они подключают гитары к усилителю на следующем кадре не усилители не проводов но и конечно в брат изначально встроена функция умения делать все поэтому взяв гитару они тут же созвучно играют вместе я не знал что вы умеете играть на гитаре еще много чего нас не знает это точно нашли музей уже ждет на тут будет хоть что-то чего они добились сами а не потому что нашли собаку и взяли приглашение бердин ну хоть что-нибудь как стать звездой это хотя бы немного тренировали дилан притворяется сумасшедшим фанатам и уличным фотографом чтобы охранник поверил что брат действительно популярный рок-звезды но и ему хватает одного сумасшедшего фаната чтобы без записи пропустить брат в клуб да это было просто как и все остальное в этом фильме а группа распалась для греша все закончилось но я не готова сейчас выступать соло ну конечно именно в этот вечер распалась популярная группа от которой брат фанатели и которые должны были выступить на сегодняшнем концерте и конечно вокалистка этой самой группы осталась одна и конечно эту популярную группу без каких-либо прослушиваний заменяют брат подруживший за пять минут до выступления с этой вокалисткой вы петь умеете еще как умеем все этого достаточно спускайтесь сюда слышите ясно но песня огонь сюжет полное говно но песня огонь да весь мультфильм это несусветная тупость все достается просто так без каких-либо стараний наверное джейд в начале чуть-чуть постаралась и этого хватит все больше не надо последние 10 минут просто ощущаются вот так а ой у нас же мультфильм про становление брат с музыкантами точно надо быстро как-то это все придумать а то мы не туда ушли на главный репортаж века о том как сделать свою собственную так журнал братца как сделать собственную рок-группу потерять билеты на концерт переодеться напиздеть и готова до короткая вышла статья бэрон предложил нам сумасшедший контракт и мы поехали в мировой тур охуеть и на этой прекрасной офигевшей ноте этот фильм про братца заканчивается да знаете как стать звездой все-таки получше будет песни и стиль братц визитная карточка и сделано на высшем уровне это даже не обсуждается но сюжет этих полнометражек это просто написано даже не то что на коленке окажется что создали 3d моделек и просто начали двигать их в разные стороны параллельно набрасывая примерный сюжет без дальнейшего перечитывания повторюсь что спасибо что характер девочек хоть как-то выстроились в моей голове и они не кажутся единой серой массы как было после как стать звездой спасибо за песни ностальгию и офигенные образы это все прям вау но сюжет антагонистки и развитие карьеры братц да мультфильм смотреть просто скучно если только вы не девочка 5 лет в 2005 году когда такой продукт был на уровне ну сойдет анимация это просто кек тут даже слова не нужны и проверку временем не проходит и того брат срок звезды получает три бердин из десяти я даже хотела поставить 2 с половиной что аж пишите в комментарии как вам этот мультфильм спустя года смотрели ли вы его в детстве как вам персонажи и сюжет мне будет очень интересно почитать подписывайтесь на мой телеграм-канал там ребятки самыми первыми узнают на что будет следующий обзор между прочим я еще и во время съемок им какие-нибудь кружочки записываю спойлерю в каком я буду образе а еще я им самым первым скинула свое новое окрашивание не знаю заметили вы или нет но да у меня появились блонд пряди если что также мы вместе что-то обсуждаем я делюсь какими-нибудь новостями еще чем-то короче буду ждать тебя там подписывайтесь и на мои другие соцсети например на мой инсте где я выкладываю всякие видео и фотошки и давайте пожалуйста добьем не там 4к а также на мой паблик вконтакте где я потихонечку выгружаю весь свой контент и уведомляю о стримах спасибо большое моим прекрасным спонсором на бусте на ваших экранах вы можете видеть именно этих потрясающих солнышек а если вдруг ты тоже хочешь меня поддержать присоединиться к нашим закрытым стримам где мы сейчас например смотрим второй сезон судьба сага wings то все ссылки найдешь внизу в описании спасибо за просмотр и увидимся следующих видео она видите подсела на черное на красное вся такая причем да и даже красные ногти сделала серьезные об этом не могла раньше подумать офигеть короче ребята учимся убраться пробуем себя в разных стилях не стесняемся показывать свою индивидуальность вы самые лучшие все люблю вас и у и Продолжение следует...